дорогие родители всем здравствуйте итак приветствую вас в этой группе которая поможет вам подготовить вашего ребенка к легкой адаптации в садике поход в садик это однозначно стресс как для ребенка так и для родителей конечно же наша задача снизить уровень этого стресса помочь ребенку легко адаптироваться а для этого подготовка должна начинаться задолго до самого похода в садик если ребенок идет в садик в сентябре то у вас однозначно есть еще какое-то количество месяцев для того чтобы вы все это подготовили в первую очередь нужно понимать что желательно конечно же ребенка давать в садик не ранее 3 лет потому что до 3 лет ребенок напитывается маминой любовью формирует свою уверенность адаптируется психологически готовится к этому процессу становится самостоятельным более уверенным ну и конечно же в таком процессе да очень важно чтобы вы не спешили конечно же есть разные жизненные ситуации некоторым родителям приходится отдавать ребенка раньше некоторые страны вообще дают декрет около там нескольких месяцев и надо отдавать ребенка в садик совершенно малыша даже до года соответственно мы исходим из тех обстоятельств которые есть я подготовила для вас некоторое количество информации для того чтобы процесс адаптации происходил максимально легко в первую очередь хочу сделать большой упор на то от чего зависит успешный легкая легкий процесс адаптации к садику первую очередь вот те действия которые вы делали первые три года предположим что ребенок идет первые в три года в садик они сыграют роль насколько вы развивали ребенка физически насколько он чувствует себя легко и уверенно в своем теле потому что это влияет на то как он себя будет вести в коллективе в садике самостоятельно от вашего физического развития вашего малыша от того насколько вы развивали его самостоятельность будет зависеть то как он себя будет чувствовать в коллективе и в садике да насколько он будет зависим от помощи не они например или воспитателя или он сможет независимо одеваться обуваться и многие вещи делать самостоятельно и при этом не чувствовать себя плохо от того что ему не помогают дома вы помогали ему по первому зову по первому крику да в садике таких детей будет ну там минимум 10 максимум 30 да и соответственно воспитатель физически не успевает справляться со всеми если ребенок не подготовлен к этому процессу он получит большую порцию стресса чем если ребенок самостоятелен потому что тогда он не будет себя чувствовать настолько беспомощным и настолько не самостоятельно да то есть если ребенок как минимум может одеть ботиночки и штанишки сложить какие-то вещи на место если он может объяснить что он хочет то есть для этого тоже должна быть хорошо развита речь речь тоже напрямую связана с физическим развитием с этой зоной руки с мануальными навыками с тем насколько много вы читали ребенку развивали ли вы ему слух благодаря музыке классической музыки специальным подборкам музыки развивали ли вы его разговорную речь потому что в принципе при правильном развитии в полтора два года ребенок уже говорит предложениями фразовой речи когда он составляет несколько слов в одно предложение соответственно может пояснить чего он хочет чего ты требует да что он хочет и чего ему не достает это тоже очень важный аспект адаптации в социуме естественно ребенок который много знает и много умеет он легче адаптируется в социуме потому что такой малыш приходит в коллектив и начинает вовлекать за собой других детей а давай поиграем в это а давай в это а вот у меня есть такое и так далее то есть детки начинают более коммуницировать друг с другом меньше чувствуют застенчивость скованность страха того что они появляются в новом коллективе и соответственно таким детям лишь легче будет адаптироваться они какие-то сложности которые там например в адаптации в том что нужно выстроить новые форматы коммуникации новые люди которые появляются у них это будет компенсироваться за счет того что есть друзья с кем они хотят общаться коммуницировать и в два с половиной в три года у каждого ребенка уже более активно включается вот эта потребность социума да им хочется играть со сверстниками они переключаются уже на сверстников и от того каким образом ваш ребенок социализируется и адаптируется в коллективе будет зависеть что он будет чувствовать комфортно ему или не комфортно поэтому эти вещи тоже играют огромную роль и социальной адаптации я думаю что никто не хотел бы чтобы его ребенка бежали в коллективе с этим тоже нужно готовиться заранее и естественно вот то что ребенок хорошо развит физически интеллектуально но конечно же будет помогать ему адаптироваться в социуме и еще один такой важный фактор ребенок который хорошо развит физически он более подвижен и в результате но вот многих исследований которые проводили в коллективе детки которые более подвижны они вовлекают в игру других детей они являются желанными участниками этой игры потому что многие дети они любят бегать прыгать играть если ребенок плохо с координарованы не уга уже где-то плохо падает где-то плохо ловит мяч да или еще как-то то такие детки не становится они как бы вытесняются да потому что автоматически с этим ребенком неудобно играть неинтересно играть да и не вытесняется таким образом мы сами виноваты в том что наши дети становятся где-то вот либо в стороне этих игр либо то есть сгоями в коллективе и так далее. Поэтому готовьте своих детей физически к тому, чтобы они были развиты хорошо. Мы с вами очень много говорим о интеграции рефлекса в мозг, о том, чтобы подготовить физически тело и мозг ребенка дальше к процессу обучения, а пока что к процессу адаптации в коллективе и самочувствию хорошему, потому что фактически ребенку важно, как он себя будет чувствовать в коллективе. И, конечно, стрессоустойчивость, психологическая стабильность напрямую зависит от того, как мы с ребенком провели эти первые три года жизни. Поэтому готовьте своих деток заранее к этому процессу. Далее, естественно, нужно выбрать пространство, в котором воспитатель, учитель, он максимально поддерживает принципы воспитания детей в семье, чтобы этот человек продолжал дело, которое вы начинаете. Для меня важный фактор – это, естественно, то, как воспитатель относится к детям, кричит ли он на детей, позволяет ли он себе поднять на них голос, поднять на них руку, как себя психологически чувствует ребенок. Вот тут важно понимать, что да, это важно выбрать хорошего воспитателя, выбрать хороший коллектив, плюс-минус подобрать того человека, с которым малышу вашему комфортно. Но еще один важный аспект, который вы должны понимать. Ребенок должен привыкать потихонечку, постепенно к тому, что есть другие люди в окружении, кроме мамы и папы. Это может быть бабушка, сестра, няня, подруга, которая какое-то количество времени может побыть с ребенком, для того, чтобы малыш адаптировался и привыкал, что не только мама ко мне относится хорошо. Есть люди, которые тоже ко мне могут относиться хорошо. И тогда процесс адаптации в садике будет немножечко более простым. Если вы закрыли на себе все вопросы, вы не отпускаете этого малыша, и, соответственно, потом вы отводите его в садик, для него это будет огромнейшим стрессом. И лучше всего приучать его заранее, постепенно, поэтапно. Самое лучшее, что мы можем сделать для наших детей, подготовить их быть сильными и уверенными. И для этого мы должны с ними заниматься, тренироваться. Мы должны помогать им преодолевать сложности, маленькие сложности, которые рядом с мамой преодолевают сплошное удовольствие. Но если вы не готовили ребенка, если вы его не научили быть самостоятельным, если он плохо развит физически, если он не может делать определенные навыки, самообслуживание, если он обидчивый, если он не умеет дружить, коммуницировать, то тогда такому ребенку вы просто как кидаете его, вот знаете, вот в такие реальные жизненные стрессовые условия, в которых он должен как-то справиться. Это очень плохо, да, потому что если бы вы готовили его постепенно, с момента рождения, маленькими такими шажочками, перебежечками, то к моменту садика ваш малыш был бы максимально готов. Поэтому если вы не сделали этого заранее, то у вас есть сейчас определенное количество месяцев, начинайте тогда, когда вот опять же, да, вы получаете эту информацию, начинаете готовить ребенка. Вместе с мамой преодолевать сложности, вместе с мамой получать уверенность в том, что у меня получится, да, и вот эти вот кирпичики уверенности, которые вы выстраиваете вместе со своим малышом, они играют огромную роль в процессе адаптации ребенка в садике. Всегда позиционируйте садик как нечто хорошее, никогда не говорите ребенку, что садик это наказание, что я тебя отправлю в садик, если будешь себя плохо вести и так далее. Вы должны всегда проговаривать об этом как о позитивном месте. Я буду делиться с вами в этой группе, а также в практическом курсе очень много тоже делюсь информацией, каким образом можно помочь и подготовить малыша, чтобы он легче во все эти процессы внедрялся. Ну и, конечно же, выполняйте домашние задания, прослушивайте уроки, которые у вас есть в этой программке, и давайте разбираться более глубоко и детально в этом вопросе, потому что дети — это самое дорогое для нас, и, конечно же, отдавая их в коллектив, отдавая их в садик, мы хотим, чтобы им было там комфортно. Тогда наша душа тоже будет на месте, мы будем себя чувствовать комфортно и уверенно, если нашим деткам будет хорошо. Тяжелая адаптация в садике происходит в том случае, если родители не отпускают своих детей от себя, если они не готовят их быть самостоятельными, уверенными, стрессоустойчивыми, тогда ребенку действительно очень сложно. И со стороны родителей это медвежья услуга, это плохая услуга, это плохое действие. Поэтому если вы замечаете за собой какие-то ошибки, которые вы делали на данном моменте, то их нужно сейчас менять. Нужно выставлять правильный график сына ребенка, для того, чтобы он высыпался, потому что ребенок в недосыпе, он, естественно, будет более тревожный, возбудимый. Накладывая на это еще и стресс нового пространства, нового коллектива и новых правил, вы можете получить ситуацию, когда ребенок очень часто болеет, да, только вы его приводите, неделю походили, месяц болеете, неделю походили снова. Чтобы этого не было, чтобы укреплять иммунитет и чтобы не срабатывала психосоматика, когда ребенок заболевает только потому, что, да, у него есть перегрузка и стрессы. То есть, естественно, давайте готовить малышей заранее. Проходите этот курс, у вас есть некоторая информация, если вы хотите полностью всю полную практическую информацию, вместе с упражнениями, которые могут готовить деток, я тоже подготовила вам упражнения, которые интегрируют рефлексы в мозг, которые помогают обзавестись уверенностью, да, и стать более уверенным. Тогда подключитесь сразу же в полный курс. Ну, опять-таки, давайте начнем эти занятия и до встречи в следующем уроке. Пока!